Всем привет, мои хорошие! Начинаем новое видео с вами о тестировании новинок Фаберлик. Новинки десятого каталога. Так, сейчас первым делом хочу заварить напиток бодрящий. Это был у нас фитоконцентрат. 14 порций. Сейчас посмотрим, как он у нас готовится. Одну чайную ложку с горкой тщательно размешать 150-200 мл горячей или холодной водой. Я сейчас попробую холодной. Кажется, вкусненько должно быть. Вот, смотрите, не рекомендуется употребление при беременности и кормлении грудью, а также лицам, страдающим повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией. Итак, поехали. Взяла водички и чайную ложку с горкой пытаюсь достать и не просыпать. Одной рукой неудобно. А-а-а! Вылезай потихонечку, вылезай, вылезай. Блин, это дзип-замок. Ой, девчонки, вылезла. Я прям с хорошей горкой. Смотрите, какой он яркий становится. Так, в холодной воде не сразу размешивается. Еще есть кусочки. Уже почти весь. Ага, почти размешался. И сейчас будем дегустировать. Размешался до конца, пробуем. Ммм, он вкусный. Он как газировка, девчонки, на вкус. Ммм. Правда вкусный. Такой насыщенный. Блин, даже не пойму, какой вкус. Ягодный, что ли. Лимонник как будто. Именно не лимон, а лимонник. Вкусно. Даже капнула. Вот кусочек тут остался маленький. Слушайте, очень вкусно. По эффекту буду рассказывать в обзоре каталога. Я вам всегда такие отзывы полезные даю в обзоре каталога. Поэтому смотрите. Потому что как раз пройдет почти 3 недели. И уже можно будет дать какой-то отзыв. Обладает ли он каким-то энергетическим действием. Как раз посуда скопилась грязной много. Хочу протестировать новинку. Концентрированные средства для мытья посуды. С лимоном и мятой. С бутылочки. Я вам уже говорила, такой легкий запах лимончика. В основном мятка. 393 артикул. Оно такое желтенькое. Ну да, какой-то мяты меньше, чем лимона. Точнее больше. Но сейчас посмотрим на кубки. Я не разбавляю. Мне так нравится. Быстрее кончится. Быстрее новое возьму, протестировать. Так. Пенься хорошо, как обычное наше средство. А вот тут больше лимончика чувствую уже на губочке. Больше лимончика. Он раскрывается. Но не бьет в нос. Освежающий такой лимонно-мятный аромат. Классно. Сейчас перемою то, что у меня тут есть в посуде. И расскажу вам. Хватила пена или нет. Пусть и ну очень обильная пена. Можно было перемыть действительно в гору посуды. Прям, наверное, огромную гору посуды в нескольких квартирах. Пена обильная. Он очень густой. Он гораздо гуще. Девчонки, многих средств для мытья посуды Фоберрик. Если вы разбавляете, вы оцените это средство однозначно. Так что все прям very good. Все отлично. День следующий. Утро доброе всем, у кого утром. Так, девчонки, сейчас мы будем с вами тестировать маску пеньщуюся. Но сначала нам нужно лицо свое умыть. Я буду делать это кислородным гаммажиком из серии Аксиологи. Очень люблю этот продукт. Кто не знает, сейчас расскажу подробнее. Закололи волосики. Вот так выглядит гаммаж. Он такой металлового цвета. Слегка лицо намочу водичкой. И погнали. Там много частичек. Они такие шероховатые. Но не сильно много и не травмирующие. Ну, по крайней мере, для меня. Я люблю такой уход хардкор. Да? В стиле хардкор. Но он круто освежает. Вот сейчас тоже на жару, на лето вообще красота. Помассировали все как следует. И там есть как будто ментол что ли такой. Вот уже начался процесс охлаждения. И он работает, когда вы уже его смоете. То есть вот этот холодок остается. И такое ощущение, что кислород проникает сквозь вашу кожу. И она дышит. Мне очень нравится этот эффект. Я бы даже пользовалась вот таким вот средством на ежедневной основе. Потрясающе. Промассировали и смываем. Пеличко сразу свеженькое. Кожа дышит. Вообще очень люблю от него эффект. Классный. И холодок. Холодок такой по лицу. Вообще супер. Так, артикул Гамажа 0271. Продукт очень годный. Дальше маска. Ознакомимся с инструкцией по-быстренькому. Утром или вечером распределите маску по очищенной коже лица. Избегая области вокруг глаз. Экспресс-метод оставьте на 2-3 минуты. Затем смойте теплой водой. Пролонгерное действие по истечении 3 минут. Еще раз пейте маску. Еще 2-3 минуты, подождите. Сейчас все сделаем. Так, артикул маски 0857. Маленький тюбичек. Такой буду наносить руками. Не хотели никакую кисточку. Так. Я уже вам в обзоре заказа показывала. Внутри она такая густая, синяя. Кремообразная текстура. Так, его полезло. Не синяя, а голубая. Как голубая глина. Так, наносим. Я не знаю, каким слоем. Что-то не написано, девчонки. Сейчас попробуем тонким. Так, пока не пениться. Но вроде уже должна. Начинает, по-моему, пениться. Плотнее, видите, становится на лице. Да, начинает пениться. Ой, классно. Это никак не ощущается на коже. Да, видите, пенится она тут уже. Сейчас посмотрим на эффект. Что они нам вообще там обещают-то. Насыщение кислородом. Так. Лоб остался. Да, вот тут уже пенится. Ей нужно 3 минутки дать по пенице, да. А потом еще раз пройтись. Пальчиками по ней вспенить. Хочу, я ей бы навеки нанесла. Но сейчас посмотрим первый раз, конечно. Не надо. Так, все. Вот она пенится, пенится, пенится. И на пальце уже пенится. Прямо начинает очень хорошо слышаться вот этот вот треск пузырьков. Пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш. Вот так. Здорово. Пенится увеличивается в размере. Мне так нравится эффект. Я смотрела, когда у випов тоже так смешно выглядит, когда она вся вспенится. Как будто пчелы покусали. Так, какой эффект нам обещают? Бесконечный источник энергии для самообновления кожи. Самообновление. Сейчас после умывания гаммажем у меня в Т-зоне пощипывание. Легкое, не приносящее дискомфорта. Так. Синтез энергии, новофтем пробуждает кожу, витамин С, насыщение кислородом, тонизирование, очищение. Ну вот сейчас посмотрим. Да, вот тут у меня в Т-зоне небольшое покалывание такое есть, пощипывание. Но это может быть потому, что после гаммажа, может быть, у вас не будет. А если чувствительная кожа, может быть, будет и уго-го как. Неизвестно. Потому что все-таки все равно на очищенную кожу всегда все маски делаются. Все маски, крема, они всегда работают, когда кожа хорошо очищена. Если у вас забиты поры, вы плохо очистили кожу и нанесли крем, потом говорите, ой, он не работает, может быть, проблема не в креме, а в вас. Потому что вы ее не очистили. Как она проникнет хотя бы в поверхностные слои, если у вас там все забито. Поэтому этап очищения кожи, он самый важный. Я уже вам об этом говорила и не устаю говорить. Возможно, кто-то пренебрегает, пропускает или плохо очищает. Обязательно смываем в мицелярку, обязательно это пенка, либо молочко, либо тоже вот гаммаж, скраб и так далее, чтобы прям вы видели, что кожа ваша чистая, опоры открытые. Ну, не открытые, они могут быть закрыты, и стянутые, но они чистые. Тогда любой крем, любой средство, любая сыворотка, любая маска, она будет очень хорошо работать. Ну, не только, конечно, есть и бесполезно. Видите, вот здесь уже полопались они. И вот так вот выглядят. Ну что, давайте еще раз. Вот так прикольненько, приятно прикасаться. Смотрите, прям пенка-пенка. Да? Видите? Вот. Так, еще раз массажируем. Когда мы проходим, что так пенка, пузырьки лопаются, она как бы как кремовая, да? Классненько, мне нравится побаловаться. Здорово. Так, ну, еще 3 минутки, да? И смываем. Спонжем буду смывать. Начинает опять пениться. Спонжи Фаберлик, скит-класс, в обзоре заказ показала. Я забыла, что это же они такие большие. Под водой размокают, так интересно разбухают. Он действительно большой. Да? Так, что я вам хотела рассказать. Попробовала я гель для стирки белых тканей. Пока ни один негативный отзыв в комментариях я не увидела. Все положительные. Я стирала белую майку, которую слегка запачкала тонировкой. Не отстирала. Причем при 60 градусах и 800 оборотах стирала, чтобы вы знали, да? Не отстирала эти пятнышки, такие капельки от тонировки. Это дегели. И белье белое стирала. Ну, и пока я не скажу прям, что какой-то вау-эффект и что после стирки обычным порошком фаберликовским, да, универсальным горной свежести или альпийский луга, хуже. Мне кажется, даже лучше. Может, я еще не распробую, я буду дальше тестировать, но пока после первой вот стирки никаких вау-изменений с моими белыми вещами не произошло. Они не стали ни белее, ни, вот я говорю, не отстирались. Пятнышки от тонировки такие серые на белую майку я вот такая, только белая посадила, тонировала волосы, и они не отстирались. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, вот прошел к сыпучу, и он бы справился с этой задачей. Здесь нет. Буду смотреть, буду дальше тестировать на белых вещах, и тогда уже полный отзыв обзор каталога или в Инстаграме накатаю. Так, ну что, будем маску смывать, наверное, спонжиком, да? Хорошо. Времени нет, надо гулять, а мы еще с вами будем тестить праймер для ресниц. Будем с вами сейчас макияж делать. Ну, что по факту? Лицо очищенное, да, немножко как подвыбеленное, что ли, и увлажненное, нет никакой сухости. Знаете, есть какой-то элемент увлажнения в этой масочке, даже, я бы сказала, напитанное, но без всякого утяжеления. Влажненькое, ровненькое, вроде цвет ровный, все хорошо, немножко еще было покалывание, когда смыло в тезоне, сейчас вот проходит уже, все нормально. Но чистая, свеженькая, увлажненная, даже, вот знаете, возможно, обладательница жирной кожи потом не захочется и кремушка никакого наносить на лицо. Но я сейчас нанесу, я сыворотку добиваю вот этот вот Retinol Pro и на дневной, и на вечерней основе. Осталось немного, и у нее сломался дозатор. Представляете, как выдавливаю? Ну, бывает, ничего страшного. Потому что неплохо, девчонки, неплохо. Не сказать, что прям какой-то вау-эффект, но она действительно очищенная, то есть практически до скрипа с вот этим вот элементом увлажнения. Нормально. Мне понравилось. Я такие продукты люблю, понравилось, вы знаете. Надеюсь, что она будет работать еще и как омолаживающий продукт, потому что там на вафтем. А так, в принципе, хорошо. Лицо посвежело, все нормальненько, все достойно. Поэтому попробовать взять можно, чтобы составить свое мнение. Никаких как бы негативных эмоций ничего она у меня не вызвала. Поэтому пробуйте, девчонки, мы хорошие. Сейчас будем краситься. Так, что мы будем с вами делать? Сейчас у нас кушончик. Baby Face. Слегка пройдусь по пигментным пятнышкам. Они светлеют у меня, но еще все равно заметны. Видите, кушенчик их очень неплохо перекрывает. Синячки сейчас бывают под глазами, потому что сон неполноценный. Поэтому приходится пользоваться какими-то маскирующими средствами. в данном случае кушон. Под губой, над губой прям сильно видно. Видите? Так-то я бы вообще не пользовалась тонаком, если бы не над губой. прям как-то сильно. Замаскируем сейчас немножко. Мне, кстати, он не плывет кушон летом, все нормально. Ну, если конечно, там не 35 и так далее, там все как-то будет. Так, теперь я немножко отконтурирую лицо румянами от Стеллари. Вот такими вот в обзоре магнит-косметик вам показывала. Прям так чуть-чуть. Я и как скульптор, и как румяшки. Так, вот сюда, вот сюда, навека и линии роста волос. И с другой стороны. Сейчас такой вот я макияж делаю ежедневный, быстрый, но делаю без макияжа. Я себе, хоть и ребенок маленький, не позволяю ходить. Спасибо всем, кто написал под видео заказом, что я хорошо выгляжу. Я стараюсь, девчонки, все-таки на себя надо время все равно не ходить. Как ни крути, а в этом забывать нельзя. Она по-любому, есть ребенок не круглыми сутками же. Там на руках висит или еще что-то. Все равно, но будет время немножко, но будет, чтобы осуществить уход за собой и выглядеть достойно. Так, тени люкс от Эйвен. Просто подвожу темным оттеночком нижнее веко. Это не обязательно люкс, это вот какие сверху лежат, такие взяла. Лежат фаберликов, подвела фаберлик. Лежат другие какие-то тени, подвела ими. Просто темно-коричневый оттенок. На такой графитовый, может быть. Подводим нижнее веко и все. Даже стрелку сейчас не рисую, потому что, во-первых, хочется быстро. Быстро хочется и красиво. В данном случае так и получается. Так, нифига себе я нарисовала. Ярко. Очень ярко. Так, подотрем немножко. А здесь добавлю. Одинаково. Вроде одинаково. Все. Теперь у нас с вами осталась тушь, и все, и помадку какую-нибудь под настроение выбираю, и красота. Так, начинаем мы с вами у нас праймера для ресниц, артикул 5810. В обзоре заказа я вам показывала, здесь фибровая кисточка, вот такая вот, и беленький состав. Наносим на один глазик с вами как следует. А на второй наносить не буду для сравнения. Что-то у меня не белеют ресницы вообще. Сейчас зеркало возьму поближе в руки. А на второй я, ну так как гулять пойду, надо, чтобы они одинаковые были, я нанесу потом на тушь прям. Не надо вам показать сравнение. Я не знаю пока сказать, что этот праймер их приподнимает, нет, конечно. Может быть слегка удлиняет. И этого незаметно тоже, потому что кончики же белые становятся. Расчесала как следует. Такая белюсость, то есть седые ресницы. Нижние тоже прорисую. Так. Ну все, теперь тушь. Тушь у меня мискера коричневая. Любимая. Артикул 57-62. Теперь тушь. Так. Погнали. Ну удлиняет вроде. Ну сейчас посмотрим. У меня тут одна ресница на этом глазу всегда портит и сиет. Хоть бы она выпала. Она торчком стоит и уложить ее практически нереально. Даже тушью мискерл. Такая зараза непослушная. Так. Нижние. На нижних как-то более заметно удлинение. Так. Другой глаз просто тушью крашу. Да, на нижних как-то прям более заметно. Погнали. Ну да, слушайте, они на втором глазу подлиннее. Ну сейчас посмотрим. Да мазюкаю. Надеюсь, что эффект будет, потому что не бюджетная линейка отнюдь. Все эти праймеры очень дорогие. Так. Как следует тоже. Чтобы все было достоверно. Хотя нет, девчонки, я не вижу разницы. Смотрите, этот глаз. Снизу вот так виски. И этот. Я разницы не вижу пока никакой абсолютно. Что с праймером, что без. Вообще. По мне они абсолютно одинаковые по длине и по объему. Так, попробуем теперь поверх туши положить его. Ну да, может так сработает лучше. Я не вижу сейчас разницы вообще никакой. Сейчас поверх туши положим. И еще слой туши. Так они абсолютно одинаковые на обоих глазах. Вообще. Я разочаровалась. Я ожидала эффекта. Хотя бы не прям супер, вал. Сюда тоже добавлю. Но хоть какого-то. Хотя бы чтобы удлинение какое-нибудь было крутое. А эта тушь Miss Curl, она сама по себе удлиняет хорошо. Хотя я в обзорах у Виков видела, но разница есть. То есть сейчас намажемся. Посмотрим. Я вам скажу. Я-то знаю, какие у меня ресницы. Мне бы даже поверх туши что-то вот как-то никак. Они такие у меня и просто от двух слоев Miss Curl. Без всякого проймера. Может ему надо дать подсохнуть. Как думаете, девчонки? То есть нанести и какое-то время походить. Но я, допустим, этим временем не располагаю. У меня даже, наверное, без него от двух слоев Miss Curl быстрее получается. Потому что она, Miss Curl, быстро засыхает на ресничках. А здесь они какие-то пока влажные. Наверное, все-таки надо давать подсушиться. Этому праймеру сколько времени пройдет, неизвестно. А Miss Curl, она быстро застывает на ресничках. И второй слой накладывается поверх. А не снимает первый, как сейчас у меня происходит местами. Не знаю, девчонки, вообще никак. Кто пробовал, напишите, как вам праймер. Я с тушью Miss Curl, по крайней мере, разницы не вижу. Вот они еще мокрые, не кладется поверх второй слой. Сейчас надо им дать подсохнуть, тогда уже наносить. Я разочарована, я ждала большего эффекта. Они у меня сами по себе всегда такие ресницы, а тушь. Вот, смотрите. Они у меня сами по себе такие, и даже лучше. Сейчас еще один слой нанесу, когда подсохнет, будет нормально. Так, ну вот и все, мои хорошие. Вот такой макияж, помадку еще сейчас новенькую нанесем. Похожу пока с ней. Слушайте, давайте попробуем ее на праймер положить. Но у меня не для губ праймер, а для лица, который из этой же линейки. Кто обзор захаза не смотрел, новая помада, стойка оматовая, она очень липкая. Очень сильно липкая. Я подробный пост написала уже. У меня дозатор, походу, делал, сломался, да. Да, у меня сломался дозатор. Отлично. А, у меня палка отлетела. Я вам забыла рассказать, я думаю, что же я им не пользуюсь. У меня палка отлетела. И я его выдавливаю вот так из тюбика. Прям тюбик, благо мягкий. Вот так. Представляете, тоже дорогая серия эти. Так, нанесли матирующий праймер. У меня в оттенке 409-47. Это какой-то там замшевый беш. В инстаграм подробный отзыв и сводч достоверный при естественном освещении. Прямо, который стопроцентно передает оттенок этой помады. Здесь вы не увидите, во-первых, потому что освещение искусственное. Во-вторых, у меня татуаж губ, который изменяет оттенок помады. Но она как пластилин. Вот ее наносишь, она кремовая. Вообще, при нанесении даже не подумаете, что она может быть пластилином. А через минутку липкость дикая. Так. Позаезжала куда только можно. Зеркало от меня далековато. Вот оттенок какой. Девчонки писали, какой он больше, розовый или бежевый. Он какой-то средний. Он и не розовый, и не бежевый. Сейчас более-менее достоверно смотрится на губах, хоть при искусственном освещении. Но лучше смотрите сводч в инстаграм. Так, начинает застывать. Пока застывает, тушью еще пройдусь. Пока не липнет. Сейчас посмотрим. Ее, кстати, надо быстро поправлять, иначе вы ее потом не поправите. Она очень стойкая. Так что я не увидела, девчонки, хлопай ресницами и взлетай эффекта. У меня от Miss Curl тоже самое. И какой-то фиксации ресниц я не увидела. Но вот как бы чего я ожидала от этого продукта. Я без него, одной тушью, такой же эффект легко могу создать. Не, а все равно липнет. Наматывай праймер все равно. Все равно, зараза, липнет. Но оттенок красиво очень. Мне так нравится. Буду носить все равно. Потом попробую что-то другое положить под нее. Бальзамчик может какой-нибудь. Пока матирующий праймер эффекта не дал. Все, готово. Бежим гулять. Видите? Возможно, не так сильно, как без праймера, потому что без праймера вообще губы слипаются напрочь. Но тем не менее, липнет. Вот. Вот такие дела. Ну все, мои хорошие, на этом обзор буду заканчивать. Какие новиночки мы с вами еще не разобрали, обязательно разберем в следующем видео. Скоро будем с вами осветляться. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Всех люблю. Целую. Ссылка на регистрацию под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Берегите себя. Пока-пока.